вот этот аккорд слышали абсолютно все фа от 9 называется он можно добавить ноту ра сюда еще получится вообще соль но ноту ра добавил сюда пол маккартни когда харрисон сыграл от 9 фа харрисон сыграл маккартни добавил ноту который нет в аккорде получилось похоже на соль ринго стар ударил по малому барабану и по тарелке одновременно с этим прямо вот синхронно а леннон сыграл на гитаре гибсон тот же самый аккорд вместе с харрисоном который сыграл этот аккорд на 12-струнном рекенбейкере но этого мало показалось и джордж мартин взял еще несколько нот на фортепиано сунул их в этот аккорд эти ноты вообще не читаются я не могу не непонятно что он там сыграл но общее звучание стало таким невероятным что получился тот самый харрис найт и харрис найт который все мы любим все мы слышали миллион раз первая песня с этого замечательного альбома замечательного во всех смыслах потому что на мой взгляд потому что потому что на мой взгляд харрис найт и хэлп это две пластинки которые для меня лично являются вершинами творчества группы битлз я не говорю о первом альбоме плюс-плизми который я обожаю я не говорю а вы за битлз который я еще больше обожаю но вот эти две пластинки это просто ну битлз такая удивительная группа что какой альбом не возьми прямо вот кажется что это вершина да но для меня харрис найт и хэлп это такие знаковые эпохальные вещи потому что как мне кажется да не то что кажется по моему мнению мое мнение такое поступление постороннего что эти две пластинки завершили всю историю британского рок-н-ролла британский рок-н-ролл закончился на этих двух альбомах веселый светлый молодой драйвовый танцевальный лирический сексуальный любовные какой угодно весь спектр эмоций в этой музыке в британском рок-н-ролле а потом пошло умничание уже пошло умничание пошел арт-рок пошел хард-рок злой извращенный по сравнению вот с этим это конечно страшное извращение просто это убийство музыки это серьезные какие-то такие построения вот запилин громоподобные которые поют ты меня не любишь а я тебя люблю baby i'm gonna leave you и вот это вот просто гром небесный а здесь все по-человечески все по-человечески все очень музыкально все очень здорово и круто 64 год альбом записывался с января по моему 64 пол где-то июнь июль в июле по моему вышел уже альбом значит где-то в начале июня они закончили запись если мне память не изменяет да это я не очень важно 64 год и да это конечно это рубеж это рубеж потому что вышел уже дилан times they are changing потом вышли еще два альбома дилана которые стали однозначно уже ступенью вверх или ступенью вниз для рок-н-ролла блонд он блонд и highway 61 revisited и beatles конечно все это слышали все это знали и насытили свою музыку напитали ее философским социальным каким угодно содержанием а здесь содержание никакого нет здесь содержание такое же которое примерно в теле человека находится любовь радость движение и молодость все это находится в теле человека все это находится здесь и вот сейчас 4 65 год это конечно это конечно все настоящий рок-н-ролл закончился и пошло вот это вот пошли разнообразные извращения в которых мы купаемся до сих пор и которые мы любим сказать с удовольствием слушаем но зимой 64 битлз поехали на гастроли в париж ну может быть не только в париже может они где-то еще были во франции но в париже они жили в париже записали на студии патте марконе песню can't buy my love изумительную которая стала невероятным конечно хитом невероятным таким бронебойным снарядом который прошиб мозги всех и до сих пор прошибает can't buy my love записано в париже на патте марконе патте марконе изумительная студия я про нее как-то рассказывал уже и те пластинки которые выходят до сих пор во франции на лейбле патте марконе они звучат лучше всего поверьте мне винильщику что французские пластинки патте марконе они лучше японских лучше немецких лучше английских лучше американских у них самый ломовой звук самый чистый самый глубокий самый 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 ну тогда это было просто студия звукозаписи и битлз там записали эту штуку и вместе с тем в парижском отеле пол маккартни сочинил песню yesterday которая не вошла в этот альбом потому по двум причинам потому что маккартни во первых не написал текста для мелодии который придумал который пришла по слухам к нему во сне а вторая причина это то что маккартни очень долго сомневался и не был уверен в том что эту мелодию где-то уже слышал он боялся плагиата и он ходил год с этой мелодии всем ее играл всем показывал и у всех спрашивал вы слышали где-нибудь эту штуку черт знает красивая мелодия хорошая вроде не слышали но маккартни не был уверен в этом в конце концов прошел год не один из тех кому он показывал не сказал что эту мелодию где-то уже слышали и тогда только был написан текст yesterday и она вошла в альбом соответственно через один после этого то есть в help не в этот альбом не в beatles for sale она не вошла хотя написано было вот сейчас в момент записи can buy my love но hard days night грандиозный аккорд который я уже вам продемонстрировал был сложен усилиями всей группы плюс продюсер и понеслось дальше все песни в основном в основном песни написано ленноном за исключением трех по моему или четырех hard days night бешеный драйв совершенно гитара на слабую долю там чирикает электрическая акустическая гитара рядышком идет кстати говоря вот я показал рядышком не просто так потому что каждый знает это первый альбом beatles который был записан на четырех дорожечный магнитофон это было супер по тем временам четыре дорожки позволяли делать все вообще на 4 дорожечный магнитофон можно записать любую музыку то я вам точно говорю совершенно и конечно джордж мартин здесь постарался и в этой связи каждый знает можно слушать как в моно варианте так и в стерео варианте в отличие от всех остальных альбомов beatles которые в стерео варианте звучат чудовищно особенно первые альбомы в стерео миксах они невозможны просто плюс призме разваливается вообще на куски так что собрать и нереально во что-то целое а каждый знает звучит блестяще мартин совладал с четырьмя дорожками со стерео раскладкой все было очень здорово так вот хардай знает вот эти вот разбросанные гитары все цель на все здорово леннон поет отчаянно совершенно но кусочек ему было не спеть один when i home когда начинается текст драматический такой драмат драматический кусочек полет маккартни потому что леннону было не вытянуть и и и наверх 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 там маккартни уже все это допил хотя это странно потому что диапазон вокальный у леннона и маккартни примерно одинаковый просто у леннона наверно начин то есть диапазон это что это от нижней ноты до верхней до максимальный и у леннона по моему просто нижний порожек пониже соответственно и верхний порожек пониже а диапазон сам пример пример такой же как у маккартни но вот наверх ему было не залезть маккартни отлично справился i should have known better песня известная выходила в советском союзе еще до того как вышла пластинка hard is night в советском союзе на миллиончике она выходила с гармошечкой очень приятная песня лена говорил что она это просто песня ни о чем просто взял и написал за вечер набросал получилось полотно и файфил первая баллада леннона до этого он баллад не писал но все было здорово вместе с маккартни дуэтом замечательно спета претензий нет вообще претензий нет к этому альбому совсем потому что на мой взгляд вот мне здесь все песни нравятся мне кажется это каждая песня это шедевр не прибавить ни отнять даже i'm happy just to dance with you спетая харрисоном довольно бессмысленное произведение тем и и хорошо и не надо никакого смысла потому что весь смысл заложен в музыке в мелодии и в чистом исполнении про and i love her и говорить нечего блестящая баллада маккартни изумительная tell me why просто отвязанная отвязанная громкая танцевальная жизнерадостная очень красивая музыкальная песня и can buy my love закрывает первую сторону это хит по качеству записи немножко отличается он от всего остального альбома но тут ничего не поделаешь разные студии разный совсем подход чуть-чуть она выползает выбивается но зато песня хорошая дальше any time at all как говорил леннон ничего особенного до мажор ля минор до мажор ля минор и мой голос и все хотя не все так просто дальше там не только до мажор ля минор развитие гармонии развитие мелодии очень громко и ринго барабанят изумительно если кто-то до сих пор еще считает что ринго слабый барабанщик поговорите с какими профессионалами с настоящими профессионалами барабанщиками желательно желательно знаменитыми потому что знаменитый человек он спокойнее относится вот такие вот неудачники они начинают все критиковать а состоявшимся человеком с барабанщиком он вам объяснит все про ринго стара хороший он или плохой он очень хороший у него замечательный звук замечательный ритм исключительная фантазия и чувство меры чувство музыки он ночью он очень классный музыкант i'll cry instead привет музыки кантри сын крыса today грустная песня лена на которую он написал на акустической гитаре она грустная но она быстрая она такая не знаю как ковбой по прерии скачет хотя она не кантри но вот такое движение в ней ну движение кстати игра создает маккартни своим басом про него тоже многие говорят что он слабый басист нифига подобного он играет на бас-гитаре абсолютно не так как все играет совершенно по-своему играет примерно так же как пит пит аунцент в группе ху просто в другой с другой экспрессии я бы сказал он играет абсолютно не басовые партии но получается басово получается драйв кач и все что надо от бас-гитары он тащит за собой половину половину музыки сын крис от тудой ваной get home как и ряд других песен очень много похожего здесь на черные вокальные группы американские на музыку компании мата он в леннон обожал мата он слушал черные вокальные группы мужские и женские неважно совершенно и вокальной гармонии которые в аранжировках присутствуют просто содранные не то что содранный плагиат даст каких-то песен а вот манера построения понимание тех мест где они должны прозвучать чисто такой матауновский дух черный идет в этой музыке хотя странно казалось бы до битлс ливерпуль лондон белая английская группа влияние черной музыки очень сильно здесь очень сильно просто этого на get home мы говорили а вот you can do that you can't do that следующий номер почти чистый ритм-н-блюз наконец-то дорвались дорвался леннон до ритм-н-блюза и сыграл здесь на соло-гитаре даже в манере чака берри очень здорово хотя он не лидер-гитарист но обожал чака берри и выдал такой вот рок-н-ролльное соло интервалами очень-очень оно несложное но очень правильная музыка очень правильно i'll be back ну такая красивая баллада идеальная кода для альбома я не скажу что это слабая песня никогда хотя лена она не нравилась вроде бы но она именно на своем месте она закрывает блестящий вот этот вот полет hard is night ну про то что это саундтрек для фильма наверное говорит не надо всем и так это известно фильм совершенно дурацкий я терпеть не могу фильмы битлз я до конца ни один не досмотрел в мои годы даже мне как-то неловко я безумно люблю битлз и люблю эту музыку и мне неприятно смотреть как просто люди дурачатся там час на сцене мне интересен посмотреть их концерты и фотографии интервью в конце концов кино это отдельное искусство и туда лезть вообще не стоит если ты не профессионал но тем не менее золотой фонд музыки двадцатого века изумительный альбом и как я уже говорил на мой взгляд каждый знает их help это вершина после которой были и другие вершины но уже уже другие уже это был уже не рок-н-ролл это была совсем другая музыка поэтому я пошел пить пока